Вот этого авангарду, кстати, тоже не хватало, пытаются все разыграть, шайбу, в том числе и Корбан Найт, но вот такой опасный достаточно бросок Владимира Ткачева, попадив в створ, у Бояркина могли бы возникнуть проблемы. А вот момент возникает у ворот Галимова, но внизу ловко положил он клюшку таким шлагбаумом на пути следования Джесси Грэма, но продолжает! Он, можно сказать, стал, очень любит подключаться к атакам, обладает хорошим броском, как с замаха, так и с кистей, поэтому просто интересно будет за ним в динамике посмотреть, насколько будет он результативен. Найтолчинский был вынужден вернуться на скамейку запасных. Большие проблемы у Бориса с выходом из зоны, вот сейчас вот кишайба высота, Нвей также попадает в ассистенты Луису, ну и вот одна из проблем для авангарда, лишь в одной случае из, получается, шести, авангарду получилось не пропустить в втором периоде. И великолепно ее завершили. Может быть увеличить темп игры, да, потому что мы видели прекрасно, какой момент был у Рида Буше, но он его не использовал, когда по пустым воротам бросал. Аром теперь дошла очередь до Петухова, чью активность пытается конвертировать. Даже в СКА на одной грузу рулил. И вот такая великолепная шайба, ставшая для него высчество Бориса в этом матче. Арсений Грицук сейчас взял инициативу на себя, видимо продавил Аделя Бекитаева, дальше на него выкатился Джейси Грэм. Сейчас Рибукину просто необходимо как-то встряхнуть команду в первую очередь. И замена вратаря это первый шаг к этому. Времени 15 минут еще достаточно. Но, ты знаешь, как-то вот пока не выглядит Борис такой командой, которая три пропустит. Авангард выдавал отрезки, где напоминал команду, которая может забить 2-3. После броска молодого защитника Авангарда. Бросок по воротам Демченко. Отбивает он шайбу и понеслись два игрока омской команды в контратаку. Грицук не сразу сумел отдать передачу партнеру, но все равно так акцентированно туда, на ворота, на пятак набрал. И по счету 2-1 Борис выигрывает третий период. Грицук полез на пятак. Вау, хороший момент создает Арсений. Нужно было попадать в створ Береглазов на синей линии. Возвращает шайбу Михаилу Гуляеву. Гуляев под бросок Риду Буше. Хороший трафик перед воротами Никиты Бояркина, но до рапса. Еще раз с вами смотрим. Грицук полез на пятак. После чего последовавший бросок Риду Буше. ...делать в этой ситуации со своим творческим коллективом. Первый на ней Бикитаев. Дальним бортом авангард Борис из зоны не выпускает. А мячи берут шайбу под контроль. И как тут пытался вырулить Арсений Грицук, был остановлен. И теперь все-таки выходит шайба в нейтральную зону. Тут еще и был шанс зацепиться за нее. Ведь Петухов-то из эпизода не выключается. Казалось, не достанется ему эта шайба. А кто это там под 15 номером везет ее вдоль борта? Это он! Это он! Матч там под 160, под 155 километров в час выстрелы бывают. Но ты же за счет вбрасывания в чужую зону как раз и получается у авангарда создавать моменты в этом владении. Вытавливают шайбу ближе к синей линии чужой игроки. И опять Найт этими экономными, очень лаконичными движениями, но раз за разом. Какая же реакция у Корбана Найт на точки техника и реакция. Вот две составляющие. Это момент вызревал, но не позволили бросить Риду Буше. В коньки передача Найт Риду Буше пришла. Ну вот еще момент. Бояркин пытается смахнуть шайбу с пятака. Мечи копают. Вот куча мала под воротами, но потихонечку-потихонечку вывозили шайбу игроки Бориса из зоны. Тем не менее, закончилось дело еще одним броском по хозяйским воротам. И вот здесь нужно шайбу поддержать. Но именно он доставил шайбу на правый фланг, где шайбу, собственно говоря, принял Джереми Браку. Ну что же, на самом деле, вот со счета 1-4 Авангард показал, выдал чуть ли не лучший из отрезков за весь сезон. Сделали 3-4, но вот почему-то на концовку, а мячам не хватило. С другой стороны, вот они продолжают атаковать, продолжают искать шанс на спасение. Снова пустые их ворота, 6 полевых на льду. И чем черт не шутит, может быть тут еще Найт. Субтитры создавал DimaTorzok